Здравствуйте! Для приготовления теста понадобится 250 граммов муки, 25 грамм сахарной пудры или мелкого сахара и немного соли. Все это просеиваем через сито, чтобы убрать и разбить лишние комочки. Размешиваем сухие ингредиенты, добавляя 125 граммов холодного сливочного масла. Разминаем масло сначала ложкой, чтобы меньше оно таяло от тепла рук, а потом уже можно руками, растирая с мукой в крошку. В эту крошку добавляем желток и постепенно вливаем холодную воду. Воды нужно ровно столько, чтобы тесто собралось. При этом данное песочное тесто долго месить нельзя, иначе оно получится жестким. Я всего добавила 4 столовых ложки холодной воды и тесто полностью собралось. Делаем из него плоский круг, заворачиваем в пакет и в холодильник. На все то время, пока будем готовить начинку, пусть клейковина сработает. Для начинки выбрала вот такую мускатную тыкву, убираем у нее семена и снимаем кожицу. Придется немного приложить усилий, так как кожица достаточно жесткая. Очищенную тыкву нарезаем кубиками средней величины, понадобится 500 грамм. Следом очищаем 2 яблока. По весу они будут на 300 грамм без кожицы и семян. Измельчаем такими же средними кубиками, как и тыкву. С одного апельсина снимаем цедру, конечно же плод тщательно моем предварительно и не задевая белый слой, снимаем верхний. На слегка разогретую сковороду выкладываем 50 граммов сливочного масла и высыпаем 70 граммов сахара. Когда все растает, добавляем кубиками нарезанную тыкву. После прогревания тыква пустит сок, добавляем гвоздику. Тушим все вместе около 10 минут, чтобы максимум воды ушло. 10 минут уже прошло, влаги стало меньше. Добавляем яблоки и цедру апельсина. Сюда же для аромата высыпаем чайную ложку корицы, ложка без горки. Перемешаем и тушим еще 10 минут. Если выделилось больше влаги, то время тушения можно слегка увеличить. В конце добавляем орехи, на этот раз будут кедровые. Снимаем сковороду с плиты и остужаем начинку для пирога на плоской тарелке, так будет быстрее. Форму смазываем слегка маслом, если она без углублений, то совсем не обязательно. Достаем тесто, которое разделим на две неравные части. Одна часть будет чуть меньше другой. Начнем с большей. Раскатываем ее достаточно тонко до диаметра формы, подсыпая слегка муку. Переносим в форму с помощью скалки, поправляем края и лишнее можно сразу снять или потом вместе с верхним слоем. Раскатываем также тонко вверх пирога, просто сделаю круги с разным диаметром. На низ теста распределяем остывшую начинку, она получилась очень ароматной, при этом сочной и совершенно не водянистой. Накрываем верхним кругом тесто и также убираем лишнее. Поверхность пирога смазываем взбитым яйцом, сверху остатки теста, которые также смажем и сразу же ставим выпекаться в заранее разогретую духовку. Температура 180 градусов, время 35-40 минут до румяного верха. Снимаем форму и полностью остужаем пирог перед подачей, в охлажденном виде он гораздо вкуснее. Нежное песочное тесто и невероятно ароматная сочная начинка. Никто даже не скажет, что внутри есть тыква! Попробуйте! Жду ваши комментарии, делитесь рецептом с друзьями, не забывайте подписываться на канал! На этом сегодня все, пока!